Полузащитник Монако ответил на актуальные вопросы. До начала тренировочных сборов национальная команда России не знала, сыграет ли вообще с кем-нибудь в октябре. А сейчас ситуация стала еще интереснее, ведь, возможно, в Москву приедет неофициальная сборная Пакистана, которая будет состоять из игроков местных клубов. В этой ситуации казалось, что многие игроки сборной России откажутся от вызова, воспользуются лишними выходными. Но не Александр Головин. Он приехал в расположение команды и прямо заявляет, что главное – вернуться в свою страну, поговорить на родном языке и переключиться с клубных дел. Полузащитник Монако Александр Головин ответил вопросы об отношении клуба к вызову, конкуренции Сафонова с Донна Румы и самой популярной команде России. Было мнение, что игры со Вьетнамом и Таиландом – не уровень сборной России. Теперь команда не играет ни с кем вообще. Как ты воспринимаешь эту ситуацию и относишься к подобным комментариям болельщиков? Не обращаю внимания на такие комментарии. Сложно сказать, у всех разное мнение. Нам в любом случае нужно играть товарищеские матчи. Вьетнам и Таиланд – не такие плохие сборные. Понятно, что наш уровень выше, но подобные игры необходимы. Представь, что российские сборные допущены к участию в международных матчах. Кто был бы для тебя соперником мечты, и где хотелось бы сыграть? Такого нет. Хотелось бы просто играть с самыми сильными сборными. Условно, Бразилия, Англия, Испания, Франция. И еще в Лужниках, при полном стадионе. Это было бы очень круто как минимум. Для меня мотивация – всегда приезжать в сборную России. Мне очень важно возвращаться в свою страну, поговорить на родном языке, переключиться с клуба на сборную. Помогает освежиться. Клуб всегда хорошо относится к вызовам в национальную команду. Штрафной на матч и открытие чемпионата мира 2018 против Саудовской Аравии. Домашний мундиаль – хорошо сыграли. Лучший гол и лучший матч. Сложно сказать. Было много хороших, много плохих, тяжело выделить один. Сборная на Евро 2008 считается одной из лучших в истории нашего футбола. Можешь ли ты сравнить текущее поколение с ним? В 2008 были очень сильные игроки. Думаю, что и у нас не слабые. Но мне тяжело сравнить, я тогда не играл. То поколение точно одно из сильнейших. С Матвеем еще не удалось пообщаться. Думаю, когда у нас будет игра, встретимся лицом к лицу, поговорим. С Далером давно вместе в сборной. Подружились еще с первого сбора, мы близки. С ним гораздо больше общаемся. Назову Ваню Облякова. Давно его знаю, много провели времени в сборной. Он бы точно смог. У меня там еще спрашивали про Сафонова. Игроки Монако видели, что он перешел в ПСЖ. У нас в команде знают и Далера Кузяева. Перед играми с Гавром идет разбор. Там видят, что выступает русский игрок. Спрашивали про его сильные стороны. У Сафонова реакция быстрее, чем Донна Румы. Но итальянец, опытный вратарь, много больших игр за спиной. Матвею тяжело конкурировать, но у него есть все шансы выиграть. Смотрел последние игры ПСЖ. Не скажу, что Донна Рума хорошо выглядел. Я хорошо адаптирован к Монако. Мне все нравятся. У нас хороший тренерский штаб. Сильная команда. Хорошее отношение внутри клуба. Мне очень комфортно. Монако идет на первом месте в этом сезоне. Реальны ли шансы на титул? Каким результатом ты будешь доволен? Последние два года у нас крепкая команда, а в этом сезоне мы стали еще сильнее. Пришли новые ребята. Думаю, в этом сезоне самые реальные шансы на титул. Буду доволен только первым-вторым местом, не ниже. Это просто шутка. Когда-то в детстве написал, когда мы с друзьями смотрели классика. Ничего такого, решил просто вспомнить. В этом нет большого смысла, просто прикол. Если вернешься в Россию в конце игровой карьеры, можешь ли представить себя в Спартаке или Зените? Тяжело сказать, где бы я себя представил. Я точно хочу завершить карьеру в России. Но где, пока тяжело сказать. В Спартаке, как минимум, нереально. Точно не завершу карьеру в Спартаке, Пеняева. Его я знаю больше, чем Батракова. Не смотрел старт этого чемпионата, не видел игры Локомотива. Вижу статистику, что у него много забитых и голевых передач. А так отмечу Пеняева. Думаю, Зенит. У нас в команде игроки чаще слышат о Зените. На данный момент, наверное, так. Не удивил. Мы часто общаемся, бывает и раз в неделю созваниваемся. Сейчас, может, пореже, у него тяжелый график. Но я заранее знал, какие варианты он рассматривал. Мы близки по сей день. За ним я слежу. Слава Богу, что все у него получается. Желаю ему успехов и дальше. Несколько раз были на дне рождения, когда у нас выпадало по двое-трое выходных. Был как-то тембилдинг, но при этом там же был тренерский штаб. Все работники клуба, около ста человек. Ужин и ночной клуб с музыкой. Такое было раза два-три. Тяжело не нести больших расходов в Монако. Очень дорого снимать квартиру, в разы больше, чем в Москве. Причем, квартира может быть хуже, но ты платишь в пять раз больше. Не скажу, что жизнь сильно отличается от Москвы. Цены в ресторанах такие же. Сейчас у меня не только Дота. В целом люблю провести с друзьями время за компьютером. С Соболевым часто играли. Но сейчас он в новой команде, у него не так много времени и еще не все успел перевести. Бывает, что играем все таки. Пытаемся организовывать турниры просто, чтобы провести время. Сейчас играю в Диадлочк. Она популярная, на нее переключился.